Да куда же я её дел-то, а? Главное, вот старался здесь навести какой-то порядок, вот ничего не получается, теперь не могу найти. Да что ж такое-то, а? А, вот! Это гриб, это не то. Да господи, я же, главное, пытался всё разложить по своим местам. Я теперь не могу найти ничего, потому что порядок, вы знаете, когда всё, вот, когда у тебя много вещей, нужно создавать какой-то способ логичный, как это всё хранить. А я, знаете, что ищу, кстати говоря? Я ищу карточку, где написано, про что у нас следующий сюжет. Вроде говорят, про какое-то хранение каких-то данных, но где и каких, я не знаю, я забыл. А карточку я найти не могу. Что мы будем делать теперь, а? Что мы будем делать теперь? Сюжет теперь будем смотреть, вот что мы будем делать. Настя весь вечер бегала по магазинам и, наконец, нашла подарок ко дню рождения своего маленького сына. Тем не менее, девушка всё равно чем-то обеспокоена. Огромного плюшевого медведя надо где-то спрятать. До праздника ещё целая неделя. И если принести игрушку домой, любознательный ребёнок обнаружит её раньше времени. Программа «Галилео» хотела предложить свою помощь, но девушка нашла выход самостоятельно. Здравствуйте. Настя решила сдать игрушку в камеру хранения. Оказывается, они бывают не только на вокзалах и в банках. А хранить там можно не только деньги и чемоданы. Для начала девушка решила удостовериться, что с её подарком всё будет в порядке. Она убедилась, что повсюду ведётся видеонаблюдение. Узнала, как работает система охраны. И придирчиво осмотрела камеры хранения. Можно быть спокойной. Здесь с медведем ничего не случится. Да и что может произойти с плюшевой игрушкой? Другое дело – хранить предметы, которые требуют особого внимания. Хранилище Гостелерадиофонда. Один из крупнейших архивов мира. Здесь почти полтора миллиона киноплёнок и магнитных лент. Возраст большинства экземпляров – не один десяток лет. Чтобы сохранить уникальные записи, здесь идёт ежедневная кропотливая работа. Оказывается, недостаточно просто положить киноплёнку на полку. Её нужно защищать. Во-первых, от пыли и бактерий, содержащихся в воздухе. Прежде чем попасть в хранилище, он проходит сквозь систему очистки. Во-вторых, необходимо оберегать плёнку от её злейшего врага – плесени. Опасные микроорганизмы сотрудники хранилища уничтожают с помощью бактерицидной лампы. Её ультрафиолетовые лучи дезинфицируют воздух. Правда, они, увы, не всесильны. Плесень появилась на планете сотни миллионов лет назад. Она не боится радиации и отрицательных температур. Плесневые грибы выживают даже в открытом космосе. Неудивительно, что вездесущим микроорганизмам всё-таки удаётся проникнуть в хранилище с киноплёнками. Если плесень поразила плёнку, её необходимо спасать. Атакованную грибком киноленту немедленно отправляют в лабораторию. Для начала нужно найти очаг заражения, место скопления грибка. Иногда его можно обнаружить даже невооружённым глазом. Именно эти микроорганизмы уничтожают плёнку. Они поедают желатиновый слой, на котором зафиксировано изображение. Если процесс не остановить, равнодушный к киноискусству грибок уничтожит полнометражный фильм всего за несколько месяцев. В лаборатории проводят тщательный анализ. Важно правильно определить вид плесени, назначить плёнке верное лечение и отправить пострадавшую на оздоровительные процедуры. Исцеляют плёнку в реставрационном центре. Здесь каждый заражённый кадр проходит сквозь антисептический раствор, смешанный с глицерином. Пока плёнка ныряет из одной ванны в другую, антисептик убивает вредоносный плесневый грибок. А глицериновая пена тщательно моет и реставрирует киноплёнку. Вы наверняка обращали внимание на странные точки и полосы, которые обычно мелькают на кадрах кинохроники. Происхождение этих помех – повреждённый желатиновый слой. Именно в желатине находятся светочувствительные материалы – основа изображения. Со временем желатин рассыхается и растрескивается. Трещины и царапины создают помехи на экране. Глицерин увлажняет желатин и заставляет его набухать. Когда плёнку пропускают сквозь систему валиков, они полностью затирают и заглаживают трещины. После реставрации кадры и кинохроники выглядят помолодевшими на десяток лет. Жизнь раритетных записей можно продлить, если оцифровать изображение. Дело в том, что со временем, даже при очень бережном хранении, качество записи ухудшается. Цвета на плёнке выцветают. Этот процесс необратим. Если перевести изображение в цифровой формат, цвета можно скорректировать, вернув ленте первоначальный вид. Особого хранения требуют магнитные плёнки, на которых записан звук. Самое страшное для этих записей отнюдь не вездесущая плесень, а пыль и сухой воздух, из-за которого лента засыхает, склеивается, а самый важный, магнитный слой, осыпается. Вот почему в этом хранилище постоянно поддерживается 50-процентная влажность и очень низкая температура. Совсем старые аудиозаписи, среди которых много трофейных, несмотря на бережное хранение, с трудом дотянули до 21 века. Сотрудники гостелерадиофонда приводят магнитных пенсионеров в порядок, очищают и восстанавливают. На этой ленте одна из самых старых записей фонда, сделанная в 1947 году. Её решено оцифровать для того, чтобы хранить раритетные звуки на жёстком диске компьютера, которому не страшны плесень и сухой воздух. Во время оцифровки специалист внимательно слушает, как звучит плёнка и фиксирует все помехи. Такого пристального внимания удостаивается каждая запись фонда. Вернёмся к нашей героине. Настя решила собственноручно упаковать ценный плюшевый груз и отнести его в камеру хранения. Здесь, под надёжной охраной, медведь пролежит вплоть до дня рождения Настиного малыша. Находчивая девушка сумела решить нелёгкую задачу и подготовить для именинника настоящий сюрприз. Современные технологии позволяют хранить огромное количество данных на вот таких маленьких винчестерах. Причём, чем дальше, тем большее количество информации можно в этот винчестер, говоря по-русски, запихать. Но! Все боятся, вдруг вирус, вдруг ещё что-то, давайте дублировать систему, давайте дублировать ещё, ещё, в итоге получается, что самые важные документы люди по старинке всё равно хранят в твёрдом виде. А? Здорово! А вот, кстати, и карточка. А вот и карточка. Ну! Так я всё правильно сделал, оказывается. Сюжет-то был по теме.